Если бы Алексей Львович Рыбников просто сделал бы нашу судьбу, он же такого дарования, композитор, огромного дарования, он, насколько я знаю, был потрясен судьбами флоренского модельштама Данила Андреева. И тот образ главного героя, который называется Андрей Леонидович Данилов, это как бы собирательный образ вот такой вот. Это гораздо больше, чем личная судьба, кого бы то ни было. Оглашенный, потому что тот путь, который проходил герой, это был путь человека, который идет к Богу и еще не стал верным. Его еще мучают и терзают сомнения. Это человек, оглашенный вот этим словом истинный, но не дошедший еще до финальной осаны. Чтобы стать верным, ему нужна целая жизнь. Женщина, которая в Министерии оглашенных, это не я. Это тоже некий собирательный образ женщины, отданной служению делу мужу. Я узнал о том, что Алла Александровна живет, в общем, рядом, где-то здесь, в Москве. Но наступил тот момент, когда я встретился с Аллой Александровной и был потрясен ее человеческим величием. Я по-другому не могу сказать. Красивейшая женщина, с какой-то необыкновенной статью, уже немыслимой, мне кажется, в конце 20 века, ни у кого другого. Она несла в себе заряд другого времени, другого отношения к миру, благородства, необыкновенного ума и интеллекта. И для того, чтобы это произведение осуществить, я понимал, что ни одна студия мне его не запишет никогда. Все деньги, которые зарабатывал за рубежом, я тратил только на аппаратуру, которую я и привозил всеми правдами и неправдами. Я просто жил и работал только для этого, у меня других целей не было. То есть по тем временам мы сделали неслыханный в техническом смысле спектакль. И в 92-м году, в ноябре месяце, мы сыграли первый спектакль. Эффект был ошеломительный. Понимаете, в этой глубине трагизма, выраженной музыкой, и вот эта пресветленная, абсолютно вот лучезарная осанна в конце, это, конечно, огромная вещь. Скажите, кто для вас является героем в России сегодня и каким должен он быть? Герой тот, кто выполняет свой долг, несмотря ни на что. В советское время героически и молча умирали миллионы православных. Только за то, что они были верующими. Это были герои настоящие. Каким герой должен быть сейчас? А таким же. Только таким, который ради других, ради чего-то очень большого, ради чего-то совершенно настоящего, чему он отдан, жертвует, если надо жертвовать своим личным. Страстная пятница перед Великой Пасхой. В этот день на Голгофе распинают Христа. Алла стремилась быть в это время в церкви. Она говорила, когда Христос страдает и мучается за нас, нужно обязательно быть в храме, быть рядом с Христом. В чистый четверг она исповедовалась и причастилась в церкви рядом со своим домом. Алла Александровна только что отправляет празднованного уже в двенадцатом лет. Была полна планов подготовки к столетию Даниила. Говорят, пожар начался ночью, когда все спали. Квартира выгорела дотла. Алла прекрасно ориентировалась в комнатах. Могла выбежать из квартиры. Но ее нашли в дальней комнате возле архивов Даниила. Она встретила свой смертный час, пытаясь спасти труды своего мужа, преданной ему как солдат до конца. Алла всегда хотела в Страстную Пятницу быть рядом с Христом, когда Он страдает и мучается за нас. И кто знает, может быть, Алла Андреева своей жизнью, страданиями и смертью искупила вольные и невольные грехи и заблуждения свои и своего мужа. Ее друзья добились, чтобы отпевали на Новодевичьем кладбище, похоронили рядом с Даниилом. Сорок дней пришлись на великий праздник Вознесения Господня. Алла завершила свое служение. Служение до последнего вздоха. Ее книга-автобиография заканчивается строчками. Что я скажу перед закрытыми вратами? Господи, я такая, какая есть. Стать лучше, стать ближе к Твоему замыслу обо мне я не сумела. Прости меня. Вы человек православный, а значит, верите, что встретитесь с ним. Да, думаю, что вы ему сразу скажете. А вы уверены, что там надо говорить? Там служения другие, у иных алтарей. Там вершит литургию сам Иисус Назарей. Недовышит и брошен дивный плат на земле, Под дождем и порошей, в снежных бурях и мгле. Кто заветные нити сохранил от врага, Наклонитесь, падите, поцелуйте снега. В лоне Отчего гора помолитесь Христу. Завершайте узоры по святому холсту. Девушки отдыхают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...